Поехали! Здравствуйте! С вами Александр! Мы сейчас находимся в селе Колбинка Рассашанского района Воронежской области. Приехали на так называемую церковь Троицы Живоначальной. И сейчас с вами проведем небольшую экскурсию. Посмотрим, какая красота здесь сохранилась. Чтобы запечатлеть эти остатки, пока они не исчезли. В общем, много чего тут уже исчезло. И поэтому давайте это хотя бы в видео запечатлеть. Итак, пойдем. Сразу видим металлические вставки. У нас вечно по металлу разговоры. Вот металлический гвоздь. Вид загнутый. Кованый, не знаю, ручную машиной. Металл, стопроцентный металл. Да, можно так сказать, его вбили. В связи с ним я сейчас найду металл внутри, который будет монтирован стопроцентно. Итак, что? Беглый осмотр. Красивые вставочки. Фундамент сильно не видно. Опять не вижу отмостки. Не вижу отмостки, значит, наверное, скорее всего, чуть-чуть подзасыпано. Ну, наверное, потому что она должна быть отмостка. Построить такую красоту и не сделать отмостку, ну, надо постараться. Опять хвост. Плавные переходики по кирпичику. Ну ладно, идем внутрь этой красоты. Опять у нас металлические завесы. И такие хорошие, конкретные. На такие небольшие ворота, конкретные такие завесы, которые мы современные в 21 веке себе позволить не могли. А тогда без проблем все это себе позволяли. Завесы. Проходим далее. Вот здесь я тоже вижу металлическую вставку. Такой нехилый хрюк сантиметр толщиной. Вот он вот так вот загнутый. Тоже, наверное, какую-то функцию выполнял. Может быть, это и от завесы часть? Да, скорее всего, да. Это пластина. Я видел, это пластина от завесы. Такая нехилая пластинка. Килограмм на 10. Так, ладно, идем дальше. Внутри видим штукатурочку. Прессок не видать. Не сохранилось. Но видно опять вот такая штукатурка, какая интересная. Штукатурными работами занимался. Не знаю, да, можно вот так вот это все как-то делать. Но как это делать? Может быть, кто занимался, лучше об этом расскажет. Ну, а мы продолжаем нашу экскурсию дальше. Крыша уже тут не осталась, который в церкви живоначальной троицы Силе Альшан Астракожского района, про который был у меня один из недавних роликов. Вот очередной пролом арки. И очередные завесы. Итак, смотрите. Вот они завесы. Внутри завес, и он соединен единым целым полотном с этим завесом. Тут тоже подложена металлическая такая пластина, полтора сантиметра толщиной. То, что металла на Руси не было, но это такая брехня, балабольство и все остальное. Этого металла кругом и всюду. И когда мне в прошлый раз ловили, да это окаменевшее дерево. Ну да, давайте сделаем деревянные навесы, которые со временем окаменеют. Магнитик я опять с собой не взял, лоханулся. Но в следующий раз у меня обязательно в машине будет магнитик. И к этому окаменевшему дереву будет еще и магнитик прилипать. А может быть и не будет. Может там столько всяких, что почти нержавейка. Шучу, но тем не менее, время пока гниет, но не так сильно, допустим, как наше современное железо. Переходим дальше. Здесь у нас вставочки такие. Нет у леских углов, обратите внимание. Я вот раньше, может, не обращал сильно внимания. Это Николай Александрович. Один из потомков. В общем, его дед, Анна Николаев Александрович, расскажите нам что-нибудь. Это родовое село моего отца, моих дедов. Мой отец, что это Колбинки, родом. Вот эту церковь строили всем миром. И пан был здесь, значит, соответственно. И скидывались деньгами. Та же и родня моего отца. Обратите внимание, ниша, это, наверное, какой-то иконостас был или что-то. Может быть, алтарь, в общем. Долбал. Ну, искали, наверное. Искали что-то. Рассказывайте, Николай Александрович. Ну, не буду я много рассказывать. Я тоже, я же не потом. Мне было мало лет. Уголок, это ли не уголок. Но металл опять ни силой толщины. Он внутри и в середине. Не забитый. Не вмонтирован позже. Это изначально оно... Это ясно. Я понял, я думал, видео прекратилось. Не-не-не. Изначально при постройке оно было заложено. Поэтому так нелегко все эти здания взрывались. Потому что они хорошо заармированы. Конечно. Так, ну и спускаемся. Давайте попробуем вниз. Ой, там все-же распускались. Да, чтобы нам увидеть эту кладочку снизу. Может быть, мы увидим фундамент. Опять же, мы покажем поближе, Таня. Вот эти петли металлические. Которые якобы дерево окисывающиеся. Я не спущусь, это следующее. Ты не спустишься, да? А еще знаешь что? А вот куда металл? Здесь ворота все-таки снимали. Дали. Так, оператор дорвался до инструмента. Итак, смотрим разглядом. Металл, металл. Но никакое не окисывающееся дерево. Блин, качество класса. Металл, да? Металл. Опять же металл. Здесь были ворота. Вот он металл. И вверху металл. Сейчас я поднимусь обратно, чтобы показать его поближе. Вот металлическая вставка. Вполне. Опять металл. Сейчас, секундочку. Это вот ворота были. Там ворота. И еще вон там центральные ворота дальше. В реке, которые идут. А кладка, смотрите, какая интересная. Она как бы развернутая чуть-чуть слегка. Опять, ух ты! А здесь какие навесики шикарные. Какие петельки. Да прям да, дерево, конечно, окисленное. Да не можно. Кованое, видите, кованое туда вон оно. Загнутое. Так, фундамент жаль. Основание тут не увидеть. Все равно насыпало и грунта, и всего прочего. Ага, вон металлические решетки, кстати, на окнах. Сейчас мы и туда вернемся. Так. В общем, фундамента тут не видно. Вот кусок старой деревянной балки. Опять же, металл. Она упала сверху. Да, поднимали. Тяжелая? Да, ну так, подсохла. Это, наверное, где-то здесь было вмонтировано. Скорее всего. Так, я еще секундочку справа загляну. Сейчас, Николай Александрович. Да, да, я увидел, но сейчас я вернусь. Иду, иду, Николай Александрович. Я тут тоже кое-что обнаружил. Вот такая вот штука. Очень даже интересная. Интересно, интересно. Ваше предположение можете оставить в комментариях. Какая красота. Так, ладно, возвращаемся. К Николай Александровичу. А тут вон. Лёва. Иду, иду. Все, иду, бегу, бегу. Да, и вот ямка чернокопателя. Я вижу сразу. Я в такие ямки в Белогорье. Они к моему остому приезжали и расспросили адреса. Смотри, вот какие-то ниши. С той стороны тоже такие же. А, ага. Ниши, вон ниша. А вон там в углу они копались. Что искали? А может это же выход, который из церкви подземной. Он в реке шел. Опять металла, которого не было. Металл, которого не было. Толщина металла. Так. Выход должен быть в реке быть. Лестница сохранилась. Мы раз увидим эту лестницу. Сейчас найдем эту лестницу. Она каменная. А вон и фундамент откопанный, Николай Александрович. Вон угол фундамента. Они тоже откапывали. Да, конечно, искали. Да, что-то. Ну, обычно типа. А выход находится в том крыле. Под землю есть выход. Прямо к реке идет. Обычно по углам могут что-либо закладывать там. А, ну да. Они вот копали. Видишь, копали что-то. Итак. А может быть такие же, как и я. Они все-таки искали фундамент, до которого так и не смогли докопаться. Нет, это все опять кирпич. Фундамента нету, отмостки нету. Нет отмостки. То есть, получается, Николай Александрович, блин, а на минимум, да, может быть, или в два этажа, или прикопано. Но интересно, что вот это все-таки за духовые отверстия. И, кстати, опять про металл. Я вижу металлические решетки на окнах. Ой, терновый куст мой дом родной. Не рискну, а пролезть, да, не хосит. А тут был партский сад. Да, 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 да. А вот они, я вижу, решетки. А вот я вижу решетки. Металлические, опять же. В интересном исполнении. Скорее всего, это были стеклянные витражи. Которые позже были замазаны. Так, еще раз смотрим эти духовые отверстия, или как они. Для чего, может быть, вентиляция пола? Да нет. Просто вентиляция. Наверное, просто вентиляция. В общем, интересно, какую функцию они выполняли. Кто знает, подскажите в комментариях, будьте добры. Сейчас я еще снутри пролезу. Витражи стеклянные в металлической оправе. Ага, вот тут еще как раскопано. Вот как тут замечательно раскопано. Я нашел! А, не, не нашел! Что-то тут выдолбили. Что-то тут выдолбили. Вот она была стяжка цементная. Вижу, цементная стяжка. Вон цемент. Прям голый цемент. Я знаю, марка бешеная, стопудово. Марка такая бешеная, что тут, наверное, практически голый цемент. Вот приходилось мне кувалдой вручную стяну в цеху на химзаводе выбивать. Пожарный проем делать. Так вот, у нас такого же цвета был. Кувалда отлетала. Опять же, духовые отверстия. Опять вот ниши какие-то. Интересно, или полы здесь были на таком уровне? А здесь была вентиляция. Может быть, такое предположение? Интересно, что выдолбили здесь? Что было здесь? Что долбали, искали? Ну, это ладно. Опять ниши, ниши. Вот еще одна интересная ниша. Вентиляция, не вентиляция, но ход имеется. Так. Вот он вход, не вход. Решетки. Решетки. А они даже со ставеньками, которые открывались, вы представляете? Вот они, навесики, клепочки. Вон они даже защелки. Все это открывалось. Стеклянные витражи. И металл опять. Вон, видите, вот такой толстый металл. Уголок, не уголок. Но пластина тоже. Вижу. Очень толстую, крепкую. Так. И так, осмотр снаружи. Красота. Ну, вот это меня вообще впечатлило. Не, металла на Руси не было. Вообще не было. Кругом солома. Вот такая вот солома. Бля, она даже не гнется и не шатается. Сейчас я все-таки долезу. И я сюда долезу. Обратите внимание, какая красота. Она даже еще до сих пор работает. Столько лет прошло, и это все работает. Жарко стало, или вентиляция, без проблем. Открыло окошечко. А вот здесь даже сохранился замочек. Так паутину паучка рушить не будем. Вот такой вот замочек. Ага, вот он, задвижка. Сейчас ее открыть. Она откроется и будет так же открываться. Проветливаться. Еще такая же красота. Но там я не вижу. Для проветривания окошек. Кстати, да, не видать. А здесь есть целых два. Так, и здесь тоже не вижу. Окошек для проветривания. А вот здесь, утром, наверное, на востоке, когда с восточной стороны солнце сходило. Вот так обычно, да, падают раненые в кино. Вот такая вот красота. Великолепная красота. Кирпичик вот так и норовить всего упасть, выпасть. Жалко все это разрушается. Так что, дорогие друзья, давайте снимайте у себя такую красоту. Пока ее не растащили на кирпич, металл. Не повзрывали, не посносили под благовидными и неблаговидными предлогами. В общем, эту всю красоту уничтожают. И вот давайте мы с помощью своих вот этих устройств запечатлевать хотя бы на память. И как минимум разрушать эти стереотипы. Про соломенную лапотную Русь. Неграмотную, необразованную. Которые приезжали какие-нибудь немцы и строили всю эту красоту. Только никаких немцев не хватит. Никакого кирпича. Я со временем все-таки прихожу к выводу, что в каждом таком условном населенном пункте был свой кирпичный заводик. Нафига чего-то возить откуда-то, если недорогая почти бесплатная энергия есть, глина есть, все есть, технологии есть. Зачем его возить откуда-то издалека? Это просто нерентабельно. Неинтересно, остатки кровли. Бегу-бегу! Бегу, спотыкаюсь! Такой экшен. Зач, ты сюда! Бегу-бегу! Вы этого не откисали, вот это вот, надо даже заостремное оно. Смотри, не вижу, что есть эти, смотри, вот даже заостремное... Не, это советский столбик. Советский уже, это вот, да? Да, 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 это советский столбик. А что, о чем здесь он находит? Здесь, да вот что-то, вот тут какая-то граница была, или заборчик. Вон там основание, или какой-нибудь газ-шоу, или связь, или еще что-нибудь. А он, покажите вашу связь. Ну, это советского периода, вот оно, армирование выполнено. Даже вот сварка приварена. Если бы, конечно, это было бы старое, было бы прикольно, но это, это советское. Копали-искали. А что искать можно? Искатели всякого добра. Ну, как они могли найти вкладки вот в стенах? В общем, кто что ищет? Мы ищем прошлое, правду, истину. Стены здесь очень толстые, если на метр и полтора, наверное, толщина стен. Опять я вот вижу, металл для слива был. А ну-ка, посмотри. О, смотрите, какой толщины. В советское время поставить можно. Не-не-не. Где ног хранили в этой церкви? Не-не, этот металл. Металл тот еще. Вон гвоздик спрятался, побитый вверху. А почему-то много металла вверху, там, между первым и вторым этажом. Здание, да? Там прямо вон. Армирование, где вы там видите? А вот металл, он опоясывает весь первый этаж. На второй переход. Еще, еще, еще. Да, идите, смотри, вон, посмотри, вон вверху, вон, вот металл. Вон вверху пошел, пошел туда. О, мне надо туда срочно залезть. Вот, видишь, металл везде. Блин, ну как это сделать? А то ты попадешь, это всяко. Ну, она была трюхи так, на гитаре. Ну, чтобы развеять раз и навсегда вот эти вот, да это там окаменевшее дерево, да его встроили попозже. Блин. Для меня нигде преграды нет. Да, Николай Александрович, расскажите историю. Фотографируйте, а я пока буду фотографировать металл. Металл. Вот он я, вот он. Эй, привет. Всем привет. Все, сфотографировал, молодец. Металл, 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 которого якобы не было, который вмонтировали якобы позже. Вон его тут заплющивали кувалдой. Смотрите, это все на навесах. Наборная была. То есть идет штыль. Здесь была крыша простая. Куда тут дома? Вот, да, хорошо, Николай Александрович. Сейчас, да, Николай Александрович, вас все равно плохо слышно. В общем, тут идет штыль на конус. На нижнюю часть вот эти вот проушины одеты. Тут на два уха, тут на одно. И штыль забит. Не знаю, когда его, чего и как забивали, с какими целями. В общем, идет армирование. Такое армирование нехилое. Сантиметр толщиной минимум. Ширина, да ну тоже, минимум сантиметров 6, а то и 7. Так что такое армирование неплохое. Поэтому оно, ну никак не могу взорваться, даже при всем желании разлететься. Как они не старались все это дело взрывать. Вот какая конструкция наборная. Красота. Вот это армирование. Не то, что современная арматура. Вот я сейчас сам строю солнечный вегетарий. И прикидываю, какую арматурку купить. Хоть за подешевле, думаю, шестерочку, восьмерочку, десяточку. А тут конкретно, вот, я не знаю, 30-й пруток квадратный, квадрат. Идем дальше. Опять, все металлом пронизано, заармировано. Поэтому наши там эти здания, сооружения такие крепкие. Тут, кстати, не заплюскано ничего. Тут прям как оторвалило, лопнуло. Смотрите, какой острый край. Не знаю, говорит ли это о закалке металла. Ну, в общем, опять, смотрите, какая толщина. Да, в советское время эти навесы воткнули. Фиг с ним ливневку, типа в советское. А вот это кто воткнул. Тем более, вот оно, все вмонтировано. Никто тут не замазал, ничего. Обычно только все рушили. Да, вот такая вот красота. Чего не сделаешь ради такого контента. Так, дорогие друзья, надеюсь, вы меня подпишите. Поддержите лайками, комментариями, репостами. Для всех стараюсь. Не только для СЭБы. Опять металл. Толщина. Ну, 3 на 3, минимум. 3 на 3 сантиметра. Все вмонтировано. Никакое там забито в позже. То есть, смотрите, обратите внимание. Здесь разрушено. И поэтому видно. А вот здесь еще целое. И поэтому не видно. Зато вот видно очередное. Вон оно оторвано. Видать, жестко оторвано, что металл прямо оторванный. Поближе навряд не получится. И, глянь, кто-то тут лазил, кто-то задрал вот эту ветку сюда. Свежие с дирой коры. Прям буквально свежие-свежие. Вот это вот совсем недавно был. Так. Вот он металл. Сейчас, Николай Александрович. Кладбище, чтобы выкопали кладбище. Сейчас, мы кладбище отдельной серии, если что. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп.